This conference will now be recorded. Учебного центра специалистов. Учебного центра специалистов. На какую аудиторию они рассказывают. Для этого можно отсканировать QR-код и ответить на несколько вопросов. Либо я сейчас в чат отправляю ссылочку по ссылке. Перейти и ответить на вопросы. Давайте сейчас это оперативно сделаем. А пока я расскажу пару слов о нашем учебном центре. В учебном центре специалистов мы гарантируем вам 100% качество образования. За счет уникального сочетания бауманской методики и преподавания современных технологий проведения обучений. А также практика ориентированного подхода. Наши преподаватели это эксперты практики, которые горят интересом к своей профессии. И готовы обучать людей делиться своим опытом, делиться своими знаниями. Я сейчас переключу на следующий слайд. Я надеюсь, все успели отсканировать QR-код и перейти к голосованию. Хотелось бы далее сказать несколько слов о нашей программе трудоустройства выпускников. Мы как учебный центр готовим людей к повышению квалификации, готовим к новой профессии. И, конечно, для нас важно, чтобы после нашего обучения вы находили работу своей мечты и реализовывали свои знания и навыки. Для этого мы подготовим для вас такую программу трудоустройства, которая включает в себя последовательное на прохождение некого пути. Этот путь начинается с реальных кейсов, которые мы включаем в наше обучение. Потому что сейчас для работодателя важно, чтобы у вас были практические навыки. Сейчас уже нет такого, что важно просто знания, важно, как вы их применяете на практике. Потому что все наши курсы, они практикоориентированные, и у нас вы получаете и теорию, и навык. Далее по логике развития трудоустройства мы вам оказываем поддержку на нашем бесплатном курсе «Успешный поиск работы и трудоустройства в период карантина». Следующий такой курс у нас пройдет 18 января. Записаться можно самостоятельно, например, или там у менеджера. Он бесплатный для всех сейчас. И есть вот QR-код внизу экрана, по нему можно перейти тоже и на страничку этого курса попасть. На этом курсе Ольга Юрьевна Светлова, что он наш преподаватель. Она, вот, курс достаточно такой насыщенный, длительно, целый день идет, и вы проходите путь от составления резюме сопроводительного письма до собеседования. Многим очень помогает. Я слышу очень много положительных отзывов, и всем вам его рекомендую. Далее по логике трудоустройства, если у вас остаются какие-то вопросы после данного курса, я всех приглашаю к себе на консультацию. Можно по ней записаться тоже, вот, есть QR-код внизу экрана, если вы уже были на курсе по технологии трудоустройства. Вы, пожалуйста, можете перейти, заполнить форму. Я всех обязательно приглашу на консультацию индивидуальную. И мы с вами уже в индивидуальном порядке какие-то ваши вопросы разберем. Также можно мне писать, вот, есть мой адрес, jobsobako-специалист.ru. Далее для наших выпускников мы предлагаем вакансии от наших партнеров. У нас они публикуются оперативно вот в трех каналах. Телеграм-канале, группе в Фейсбуке и ВКонтакте. Я вам сейчас скину тоже эти каналы, если вы о них не знали, в чат. Можно присоединиться к любому из них, да, там вся информация дублируется. И пару слов хочу рассказать, да, вот, кто такие наши партнеры, кто же нам предоставляет вакансии. Это те наши корпоративные клиенты, которые учат у нас своих работников. И они на практике уже как бы поняли, что учим мы хорошо и доверяют тому, как мы обучаем людей. Соответственно, передавая нам свои вакансии, они уже понимают, что качество образования данного студента будет хорошим. И вы имеете такое некое преимущество перед другими кандидатами. Обязательно указывайте в своих резюме, в сопроводительных письмах, что нашли вакансию в учебном центре специалист. Теперь давайте, наверное, посмотрим результаты голосования. Надеюсь, все успели проголосовать. Итак, смотрите, значит, большинство у нас, более 80% училось уже в учебном центре специалист. Кто-то планирует приходить, конечно. 58% только закончили обучение, кто-то только планирует учиться. И небольшой процент, 4 человека, работают больше 3 лет. Но это вы счастливчики, потому что за такими охотятся работодатели. И возраст у нас 35-45 лет в основном нашим выпускникам. И 8 человек у нас есть 25-30 лет. Спасибо большое, что проголосовали. Можно сориентироваться теперь, какая у нас аудитория собралась. Отлично. Хорошо. Тогда сейчас я готова передать первому спикеру слово. Это Ольга Белая, Хаббер Карьера. Ольга. Добрый вечер всем. Спасибо большое, Ольга. Сейчас я рада, что вы все пришли сегодня послушать. Я надеюсь, что будет интересно. Сейчас Ольга поможет мне открыть мою презентацию. Да, и говорить я буду о том, как найти первую работу в IT. Ну, первую, может быть, там, вторую и так далее. Скажу сначала два слова про наш сервис. Ольга, а вы будете листать? Да, буду листать. Вы говорите, следующий слайд. Да, давайте следующий слайд. Я скажу пару слов про наш сервис. Мы в целом помогаем IT-специалистам строить свою карьеру и развиваться в IT, и также находить работу. То есть у нас на сервисе есть возможность опубликовать свой профессиональный профиль, есть возможность откликаться на вакансии, у нас есть зарплатный сервис, в рамках которого мы собираем статистику по зарплатам со всего IT-рынка и регулярно выпускаем обзоры, и в любой момент можно узнать любую зарплату для любой специализации в любом практически городе России. У нас можно оставлять отзывы о компаниях, сотрудники могут оставлять отзывы о компаниях, и кандидаты могут познакомиться с этими отзывами. Также мы занимаемся аналитикой. Мы проводим различные исследования на IT-рынке России, и как раз вот с результатами одного из этих исследований, которое посвящено трудоустройству IT-специалистов, я в том числе вас сегодня чуть-чуть познакомлю. Вот, также у нас есть тоже некоторый раздел образования, в котором мы продвигаем курсы наших партнеров, в том числе вот курсы специалистам тоже присутствуют. Если вы хотите прокачать свой навык, вы можете прийти и увидеть, какие отличные курсы, например, у специалиста есть, чтобы этот навык у себя прокачать и им овладеть. Вот, и важно, что наш сервис сильно ориентирован на личное общение, мы немножко похожи на социальную сеть. У нас все могут общаться со всеми, соискатели писать компаниям, которые им нравятся, и куртёры писать, соответственно, кандидатам. Можно найти своих будущих коллег, задать им какой-то вопрос о том, как, в общем, как им работается в компании. Можно добавлять кого-то в друзья, находить своих там текущих и бывших коллег, друзей и так далее. То есть, в целом, мы ориентированы на создание такой социальной сети для IT-специалистов, которая помогает им прокачиваться в профессиональном плане. Давайте следующий слайд. И некоторое время назад мы как раз озаботились таким вопросом, как нам помочь начинающим IT-специалистам трудоустроиться, потому что, ну, не секрет, что вот этот момент первого трудоустройства, он такой сложный и, может быть, проблемный и такой нервный немножко для кандидатов. И мы проводили исследования о том, как IT-специалисты трудоустраиваются и как работодатели относятся к джунам. Мы опросили несколько тысяч респондентов на рынке, и вот я вам сейчас как раз хочу рассказать немножко об этом. Мы в результате увидели, что есть некоторый разрыв между тем, что ожидают специалисты и тем, что как бы ожидают, тем, что думают специалисты, что работодатели от них ожидают, и что работодатели ожидают на самом деле. Вот, и давайте мы сейчас на это все немножко посмотрим. Сначала, давайте, следующий слайд только поговорим о том, какие риски работодатели видят при работе с джунами. Вы видите, что здесь есть пять основных рисков, да, это то, что сложно оценить потенциал нового сотрудника, который еще нигде не работал. Сложно джуну доверить задачи и рисковать, потому что, если он вносит какой-то вклад в общий проект, и этот вклад будет не очень хорошим, то, в общем, весь проект подорогается риску. Вот, сложно адаптировать, это дорого, для компании адаптировать жена, это дорого. Вот, велика вероятность его ухода в последующую другую компанию, то есть она чему-то научится и идет искать место получше. И это тоже вызывает некоторое недоверие, да, как бы не хочется вкладываться. И бывает сложно работать в команде из-за маленького жизненного опыта, но это в основном, скорее, к возрасту имеет отношение, да. И всего, видите, и все вот эти пять рисков, они связаны непосредственно с личностью кандидата. Только один самый маленький риск связан с компанией, то есть то, что рабочие компании, рабочий процесс в компании не подходит для встраивания новичков. То есть все остальные риски, они связаны с кандидатом. С одной стороны, для нас это плохая новость, потому что получается, что, ну вот нам это некоторое недоверие, связанное с нами, нужно преодолеть. С другой стороны, в этом есть и хорошая новость, то есть не готовы принимать новичков только 86, то есть только 14% компаний, да. Остальные 86% готовы, если мы своим, своей презентацией, своим резюме, своим участием на интервью снимем вот эти риски, которые, к сожалению, я не могу показывать мышкой, снимем вот эти вот самые пять главных, основных рисков и продемонстрируем, что с нами можно иметь дело. Давайте немножко дальше посмотрим, как мы эти риски можем снимать, как начинающий специалист может их снимать. Ольга, давайте следующий слайд. Смотрите, здесь есть у нас две такие диаграммы, на что смотрит работодатель, что важно для работодателя и чего ожидает специалист. И здесь мы видим, что для работодателя, то есть специалист думает, что основное значение имеет его базовые технические знания, но для работодателя также важно, можно сказать, чуть-чуть даже важнее, это некоторая общая адекватность специалиста и софт-скиллы. То есть история про софт-скиллы, она сейчас становится очень такой популярной, много про это говорят и в учебных центрах тоже обучают софт-скиллам, но вот еще раз хочу привлечь ваше внимание, для работодателя важны те личные ваши качества, которые вы проявляете. Какие это личные качества? Давайте мы посмотрим на следующем слайде. У нас есть примеры этих личных качеств. Да, то есть это самые разные, да, это умение работать в команде и умение аргументировать свою позицию, договариваться и стратегические разные навыки, такие как умение планировать, ставить цели, и самомотивация, и управление своим собственным временем. То есть мы видим здесь все навыки, которые нам пригождаются и в нашей личной, и в рабочей жизни. И очень важно работодателю показать, что вы ими обладаете, потому что таким образом вы можете снять вот этот риск того, что, ну, как бы с вами, что с вами сложно будет работать, что непонятно, чего от вас ожидать. Хорошо, давайте следующий слайд посмотрим. Второе, что, конечно, очень важно, и также, в общем, можно сказать, что даже не на втором, но тоже на первом месте находится, это, конечно, базовые технические знания. И как мы можем их продемонстрировать? Давайте посмотрим следующий слайд. То есть здесь очень важно показывать ваши проекты, которыми вы работали, учебные проекты. Может быть, какие-то участия в стажировках. К сожалению, довольно мало, опять же, по нашим данным, которые мы собрали, довольно мало специалистов действительно проходят какие-то стажировки и участвуют в каких-то мероприятиях. Это может быть хакатоны, это могут быть учебные проекты, это могут быть какие-то ваши собственные, то, что на английском называется pet project, какие-то проекты, которые вы выполняете сами. То есть то, что позволяет работодателю снять риск того, снять риск того, что вы... что вам сложно доверять задачу, что снять риск того, что вы можете что-то напортачить, может быть, не очень хорошее слово, но как есть, да, в большом проекте, в котором вы будете принимать участие. То есть вот здесь очень важно вот это показать работодателю, чтобы его как бы успокоить. Давайте следующий слайд посмотрим. Да, на третьем месте, ну, тут, конечно, выполнение тестового задания, но это, опять же, снимает риск того, что вы... ну, снимает риск того, что можно начинающему специалисту доверить проект. А вот на четвертом месте мы здесь видим наличие профильного образования. И, с одной стороны, мы понимаем, что ценность образования... ну, при этом ценность образования выше, чем ожидают специалисты. То есть специалисты думают, что профильное образование, ну, прямо вот, не очень важно для подателя, на самом деле, это по-прежнему еще остается важным. То есть для... оно не так, как бы, не так формальное наличие профильного образования, не так важно, как ваши технические навыки и как ваши софт-скиллы, но по-прежнему тоже важно. Давайте следующий слайд посмотрим. Вот у нас мы видим, что соискатели говорят, что наличие образования помогало им при трудоустройстве в 35% случаев. И работодатели сами тоже отмечают, что в 15% случаев наличие образования помогало им принять положительное решение о трудоустройстве сотрудников. То есть все ваше образование, дополнительные курсы, основное все это должно быть... Вы должны это активно показывать, чтобы работодатель обо всем этом узнал и, как бы, проникся всеми этими знаниями, вашей тяги к знаниям, которые у вас есть. Давайте следующий слайд. И вот здесь еще хочу обратить ваше внимание, что даже если вы еще, например, не закончили свое образование, вы все равно можете уже начать работать. И на самом деле это очень важно, начать работать еще в тот момент, когда вы учитесь. То есть если посмотреть, то здесь вот мы спрашивали, каким было ваше образование, когда вы первое, ну, как бы, поступили на свою первую работу в IT. И мы видим, что законченное образование было только у 33% респондентов. То есть еще больше 40% устраивались на... Трудоустраивались еще в процессе обучения. И мы видим, что вот больше всего, чаще всего устраиваются в... Те, кто занимаются разработкой игр, да, еще будучи студентами, устраиваются сразу работать. И те, кто работают и в маркетинг, и в фуллстэк разработки, и в телекоммуникациях, и в мобильной разработке. То есть практически во всех специализациях можно уже устроиться на работу, еще не закончив свое образование, и уже начать получать опыт, уже начать стажироваться параллельно со своим обучением. Это важно, то есть даже если вы еще учитесь, пробуйте, дерзайте, ищите себе какие-то возможности на стажировку, на джинерскую позицию и так далее. Давайте следующее. И тогда вам будет уже... вы сможете показать какой-то реальный опыт. Ну, и как бы то, что недооценивают немножко соискатели, это учебные личные достижения. То есть для работодателя это на пятом месте, и они тоже на это смотрят. И здесь что мы можем показать? Ну, про проекты, которые показывают вашу техническую экспертизу, мы уже поговорили. Давайте, Ольга, следующий слайд. Вы можете показать свой вклад вообще в целом в развитие профессионального IT-сообщества. То есть смотрите, мы тоже спрашивали у работодателей, были случаи, когда опыт участия в различных... Вот здесь у нас перечислены различные сервисы для IT-специалистов. Это вот в первую очередь GitHub, Hubr, Hubr, сейчас он уже называется Hubr, Stack Overflow, международный сервис вопросов и ответов в сфере IT, Behance, Dribble, это сервисы для дизайнеров. То есть вот на основании вклада IT-специалистов в эти сообщества, в эти сервисы, которыми пользуются эти специалисты, работодатели тоже принимают положительное решение, если они видят, что человек там успешен, и что другие участники профессионального сообщества такое его оценивают. То есть вот здесь мы видим, что у почти трети, у 27% соискателей, ну, чуть больше, чем четверти, более правильно будет сказать, были случаи, когда опыт их участия, вклада в такие сервисы играл значительную роль в том, чтобы пригласить сотрудника на работу. И мы даже для себя сделали вывод о том, что это очень важно, и на нашем сервисе... Кулька, можно следующий слайд? Любой пользователь может к своему профилю привязать свои профили в других сервисах. То есть у нас можно привязать свой профиль на GitHub, и работодатели будут видеть, сколько у вас там репозиториев, какие у вас есть такие программирования, сколько вкладов. Можно привязать профили на Hub, на Stack Overflow, на вот... и на других сервисах, да. И вот видите, мы здесь вводим такие рейтинги, в виде таких звездочек золотых, серебряных и бронзовых, которые показывают, насколько специалист успешен, насколько профессиональное сообщество высоко оценивает его вклад. Так, хорошо, давайте дальше у меня... И поскольку я вижу, что сегодня вот в анкете многие ответили, что они возраст 35+, хорошо, что я включила этот слайд. Опять же, мы спрашивали работодателей, является ли возраст препятствием для новичка, и вот мне кажется, это очень позитивный слайд. Для 60% возраст не является препятствием. То есть в целом есть, конечно, некоторые предрассудки, но кто-то не берет молодых кандидатов, 10% работодателей не берут кандидатов, которые моложат 20 лет. Кто-то там не берет все-таки не очень большое количество, там 8% не берет, если кандидат старше 35 лет. Но для подавляющего большинства работодателей возраст не препятствием. То есть для них важны софт-скиллы, ваши технические навыки, результат, с которым вы выполняете ваше техническое задание, ваше личное достижение и, в общем, то, о чем мы сейчас поговорили. Давайте следующий слайд. Ну, это про то, что молодые люди тоже могут не бояться приходить, потому что очень многие приходят вот в 20-21 год и начинают работать еще до того, как заканчивают свое обучение. Давайте еще следующий. Если резюмировать то, о чем мы сейчас поговорили, что важно, да, показать свой потенциал, на первое время быть готовым к тому, что работодатель будет на вас сваливать какие-то скучные задачи и текучку, важно демонстрировать, что вы хотите учиться, то есть показывайте все ваши уже полученные учебные результаты и сразу выясняйте, чему и как вы сможете учиться в рамках компании. Расскажите вот про ваше образование, про все ваши успехи. Продемонстрируйте, что вы пришли надолго, чтобы снять риск того, что работодатель будет опасаться, то, что вы уйдете, что вы будете склонны менять работу быстро. Обязательно ваши софт-скиллы все показываете, ваше умение договариваться, находить общий язык, заниматься самым мотивацией, заниматься тайм-менеджментом, заниматься саморазвитием. Все это очень важно. И, конечно, ваш опыт, который выражен в том числе и через участие в сообществах IT-специалистов, где другие участники процесса могут вас тоже оценивать, ставить вам, там, повышать ваш рейтинг, ставить вам какие-то лайки, звездочки, как на GitHub и так далее. И работодатель может видеть, что профессиональное сообщество тоже вас оценило положительно. Так, следующий слайд. У меня их... Я понимаю, что я немножко вылезаю за время, у меня осталось буквально чуть-чуть. Вы про работодателя скажу. Хочу сказать немножко. То есть иногда это сложно, если вы только-только оказались на эти рынке и не очень понимаете, что происходит, что вы можете делать, как бы, как вам ориентироваться. Следующий слайд. Во-первых, очень важно следить за рынком. То есть здесь я в первую очередь предлагаю читать Хаббер. Это самый крупный русскоязычный сервис для IT-специалистов. Читайте блоги интересующих вас компаний, читайте статьи по вашей тематике, читайте интервью с разработчиками, с работодателями, ходите на метапы и конференции. Ну, это может быть сейчас сложно, потому что все онлайн, но онлайн это тоже классно. Вы можете прийти, увидеть там доклады каких-то представителей компаний, увидеть, что эти компании вам нравятся, и дальше уже искать свои пути входа в эти компании. Да, задавайте докладчикам вопросы, чтобы они вас запоминали. Простите какой-то контакт, чтобы обсудить что-то дополнительно. Потом спрашивайте, нельзя ли устроиться в вашу компанию, она мне так понравилась. То есть следите за рынком, ищите то, что вам нравится, и находите способы туда, скажем так, попасть. Вот как раз на Хаббре у нас есть блоги всех самых, корпоративные блоги всех самых крупных компаний, и вы можете просто найти ту компанию, которая вам нравится, которая занимается тем, что вам нравится. Так, следующий слайд. Чтобы найти подходящую вам компанию, изучайте отзывы сотрудников об IT-компаниях, потому что нет плохих компаний, есть просто компании, которые вам не очень подходят. Где-то строгий график вам это нравится, а кому-то другому не нравится. Кому-то нравится свободный график, кому-то нравятся рутинные задачи, кому-то нравятся прорывные технологии, кто-то хочет все время учиться чему-то новому, кто-то хочет спокойно заниматься тем, что он уже выучил. То есть все люди разные, все IT-специалисты разные, и компании все разные. Нет плохих, нет хороших, есть те, которые вам подходят или нет. Изучайте отзывы, ищите свои компании, интересные вам, и вот инсайдерская информация от сотрудников, которые оставляют отзывы о компаниях, должна вам в этом помочь. Опять же, у нас каждый... Следующий слайд. Каждый сотрудник может проголосовать, оставить отзыв о компании, в которой он работает, и на основании этих отзывов мы формируем вот такие оценки. То есть можно увидеть, насколько в компании интересные задачи, насколько там, например, комфортно работники, там отношения с коллегами и так далее. Рекомендуют ли сотрудники работу в этой компании другим людям и тому подобное. Следующий слайд. Следите за рейтингами. Рейтинг не универсальный инструмент. Многие говорят, что рейтинг, ну, как бы, может быть ангажирован, может быть каким-то образом накручиваться. Но в целом, в любом случае, как минимум, компаниям из рейтинга стоит присмотреться, потому что если компания попала в рейтинг лучших IT-работодателей, ну, что-то хорошее в ней, как минимум, есть, и как минимум стоит обратить на нее внимание. Следующий слайд. Ну, вот это пример такого рейтинга, который находится как раз у нас на сервисе, где можно посмотреть как раз оценки компаний. Компании ранжированы по размерам, да, вы можете выбрать, в какой компании вы хотите работать, в очень большой корпорации, в компании поменьше, посмотреть, какое место она занимает в рейтинге, почитать то, что соискатели, то, что специалисты, которые в ней работают, они пишут. Следующий слайд. И важно мониторить, сколько стоят специалисты вашего уровня, и правильно называть свою цену, и, ну, в общем, понимать, на что вы можете претендовать, да, здесь не быть слишком, слишком амбициозным, но и не быть малоамбициозным, да, здесь важно попасть именно в рынок. Вот, и в этом вам могут помочь различные зарплатные отчеты и сервисы. Ну, вот пример как раз зарплатный калькулятор, который есть на нашем сервисе. Все. На самом деле, я заканчиваю. У меня есть последний слайд с полезными ссылками. Вот. Я надеюсь, что вы придете и как раз посмотрите и рейтинги этих работодателей, и калькулятор зарплат, чтобы оценить свое, свои возможные зарплатные ожидания, и посмотрите наши вакансии. Интервью с работодателями, которые мы проводим для наших соискателей, и так далее. Вот, спасибо за внимание. Извините, что я вылезла за лимит по времени. Я не знаю, есть ли еще возможно задать мне вопросы. Если есть, я буду рада. Есть, конечно. Давайте, точнее, у наших слушателей, если что, ссылку на Хабр, карьера, я скинула в чат. Уважаемые слушатели, сейчас можно задать вопросы Ольге. Я немножко не рассчитала. Я как-то думала, что я быстрее расскажу. Получше. Потому что у нас сегодня так много. Вот все вас благодарят. Ну, давайте тогда сделаем так. Сейчас я скажу пару слов и займу время. А вы пока, наши уважаемые слушатели, напишите вопросы. Спрашивают, как задать вопрос? Я думаю, что в чате можно просто вопросы задать. Можно написать в чат. Пока вы пишете вопросы, расскажу вам несколько слов о наших ближайших курсах по IT-направлению. Вот, например, 21 декабря у нас стартуют курсы, которые могут быть вам интересны. Программирование на языке Python. Разработка веб-приложений в Django. Этот курс для тех, кто уже хорошо знаком с Python и в рамках курса изучается создание веб-приложений с использованием MVC-подхода на примере фреймворка Django. Есть QR-код, можно сканировать, перейти. Также есть все наши курсы на сайте специалистов. Итак, есть ли вопросы? Да, появились вопросы. Сейчас я их зачитаю. Для соискателей Хабр Карьера платный сервис? Нет, у нас абсолютно бесплатный сервис. И у нас для соискателей вообще никаких платных услуг нет. Все бесплатно. А работодатели оплачивают, наверное? Для работодателей есть платные услуги, но есть и бесплатные. Например, у нас компания может создать свой профиль, и у нее на странице этой компании будут кнопки для работодателей. Они смогут, например, нажать на кнопку, что они хотят в этой компании работать. компания эту информацию получит, и сможет профиль этого специалиста посмотреть. Вот, например, эта информациональность абсолютно бесплатно работает. Компания может разместить своих контактных лиц на странице компании. С этими контактными лицами тоже соискатель может связаться, любой, написать им какой-то вопрос, или сказать, ну, там, не просто кнопку хочу у вас работать нажать, а прям сообщить, какой-то справедливый всего написать. И для компании это тоже бесплатно. То есть, да, если компания хочет более активно продвигаться, она может это сделать, но и просто присутствие тоже позволяет ей наладить диалог со соискателями. Какие профессии, Иван спрашивает, в IT в настоящее время очень востребованы? Вы знаете, мы недавно проводили как раз исследование на эту тему, и, ну, в общем, ничего не меняется. Востребованы такие навыки, как по-прежнему, как веб-разработка. Понятно, что веб-разработчиков много, но задач еще больше. Востребовано знание Питона, востребовано знание Линукса, ну, это связано там с потребностями в дата-сайентистах. Востребованы бэкэнд-разработчики. То есть, в целом, все-все как-то остается, все по-прежнему продолжаются те же тренды. Но если вы зайдете, например, на карьеру, вы можете там подсортировать вакансии в разных разрезах и просто посмотреть, ну, кого больше, кого меньше, там это прям очень наглядно видно. Как, Увара, Дмитрий спрашивает, как оцениваете потребность фронтен-специалиста? Фронтен, ну, вот Ольга только что сказал. Востребованы фронтен-специалисты, все нормально. Я в прошлом middle Java, даже работал два года в Германии по профилю, но потом ушел в сферу интернет-маркетинга весьма успешно. С точки зрения программирования управлял крупными проектами, решил вернуться в Java, нужна помощь. Ну, я думаю, что, во-первых, вряд ли у вас с этим будет какая-то большая проблема, но, наверное, вам... Я бы сказала, что, может быть, вам нужно какую-то небольшую карьерную консультацию получить именно в том формате, как вам лучше объяснить свой переход туда и обратно в вашем резюме, чтобы это не отпугивало работодателей. То есть, в целом, я думаю, что у вас никаких проблем с этим быть не должно, просто вам нужно немножко к этому, ну, просто иметь объяснение для работодателя, что вами двигало, почему, и наоборот даже, мне кажется, это может быть большим преимуществом, потому что у вас есть такой, ну, двухсторонний опыт, и если вы найдете какую-то работу на стыке, это будет просто супер успешно и для вас, и для компании. Да, именно сложно объяснить. Ну, вот вы можете... К сожалению, видите, у нас сейчас нет каких-то карьерных консультаций, то есть я бы вам посоветовала просто прийти к какому-то... Знаете, как можно, вы можете сделать? Вы можете прийти в какое-нибудь кадровое агентство, которое занимается именно IT-специалистами. Я думаю, что им с вашим опытом вас будет интересно продавать, и они вам помогут ваш кейс оформить. Вот так вы можете сделать. И они там знают все правильные слова, какие нужно говорить работодателю. Так, еще у нас последний, давайте, вопрос. Какие направления чаще предлагают удаленный формат работы? Вы знаете, сейчас разные, очень разные, но в основном, конечно, это то, что связано с веб-разработкой, с тестированием, с дизайном. То есть в целом, я бы сказала, что раньше была четкая тенденция, что небольшие компании больше предлагали удаленные работы, поскольку они понимали, что им сложно конкурировать за ресурсы, и поэтому расширяли свою ресурсную базу географически, назовем это так, да, и они чаще предлагали удаленную работу. Сейчас из-за пандемии, из-за карантина, вот эти все акценты сместились. Почти в любой компании можно найти удаленную работу, и почти любые специальности, кроме тех, где это, ну, невозможно, да, то есть там есть какие-то ограничения, там, системные администраторы, там, должны приходить в офис, потому что там сервера стоит и так далее. Но в целом, мне кажется, сейчас уже везде можно найти удаленную работу в любой специализации. У нас, если, опять же, если даете на карьеру, у нас очень много удаленных вакансий, и там их, раньше их было порядка 40, сейчас вот, мне кажется, их даже больше стало, 40 процентов, я имею в виду. Сейчас их стало даже больше. Просто посмотрите, в любой специализации можно найти удаленную работу. Все, я думаю, что мы должны дальше двигаться. Ольга, спасибо вам огромное. Очень много интересной, насыщенной информации, такие результаты именно исследований ваших. Спасибо, что поделились. Ждем вас в следующий день карьеры у нас 20 января в области IT. Вот тоже вас приглашаем. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Потихонечку двигаемся дальше. Мишанина Варвара, компания Globus. Добрый день, здравствуйте. А, я камеру не включила сейчас. Так, отлично. Меня видно сейчас. Хорошо слышно? Да, все слышно. Можете начинать. Хорошо. Коллеги, здравствуйте. Рада себя приветствовать сегодня. Я представляю компанию Globus. Я HR-менеджер данной компании. Сегодня расскажу немного о нашей организации и также о том, какие у нас вакансии сейчас есть, что можем предложить, как начинающим специалистам, так и закинул уточкам более уже скиллованным ребятам. Итак, начнем с первого слайда. Компания Globus. Что это такое? Это разработка, аналитика и интеграция IT-систем, как написано. Да, двигаемся дальше. Можно дальше переключать. Про компетенции Globus. В принципе, описание вы можете видеть на слайде. Основные моменты все затронули. Что важно знать. Мы, IT-компания, на рынке уже более 9 лет. Разрабатываем веб-сервисы, мобильные приложения. Также проводим аналитику и интеграцию сложных оперативных систем. То есть можем делать высоконагруженный бэкэнд, легкий фронтэнд, продуманный мобайл, и также уже мы стараемся быть в тренде и переходим к машинному обучению и компьютерному зрению. Что важно про нас знать. Мы базируемся в Нижнем Новгороде и Москве. Также у нас есть партнерский офис в Санкт-Петербурге. Если ребята, кто есть в этих городах, будем рады с вами пообщаться. И мы сейчас... у нас открыто много позиций, как и джуниорских, так и более серьезных. И сможем с вами посотрудничать с каких-то уже... ну, в таком ключе. Можем дальше переходить. Чтобы было понятно, какие у нас клиенты и каких перспектив вы можете с нами достичь. Основная отрасль нашей работы – это финтех. Например, такие банки, как Фреббанк, Открытие, Альфа, Газпромбанк. Да, можно дальше переключаться. Кроме того, мы сотрудничаем с такими крупными организациями, как Яндекс, Касперский, Ростелеком, тот же Headhunter, Эпи и многие другие компании. У нас свыше 350 сделанных проектов. Это не все. Но для проектов нужна отдельная презентация. Сейчас буквально пару слов о самых таких популярных наших идеях. И будем переходить к более интересным, к вакансиям и вообще к карьере в нашей компании. Например, одно из самых таких ярких приложений – это мобильная разработка для Яндекса. Мы разрабатываем вместе с ними геосервисы и медиасервисы для всех платформ, что очень важно в наши дни. iOS, Android, Windows. Можем дальше переключаться. Кроме того, для Эпи мы, например, делали карманный сканер, который может оцифровывать информацию и предоставлять данные уже на 193 языках сохранением форматирования, которое нужно. Кроме того, на следующем слайде мы сможем увидеть также и веб-решение для Эпи. Это, соответственно, веб-сервис, в котором есть оцифрованные визитки. И которые синхронизированы с облаком Эпи. Они отображаются в личном кабинете. Это бывает намного удобнее, чем на телефоне, и мы можем их рассылать нашим клиентам. Можно пойти дальше, я думаю. Что дальше? Одним из тоже таких замечательных проектов является большой бизнес-банком открытия. В открытии большое количество корпоративных клиентов, и чтобы им было удобнее знать о каких-то своих операциях руководителям компании, мы сделали приложение «Открытие бизнес-мобайл». То есть, там, руководитель открывает это приложение, у него есть различные там отчеты, документы, графики. И все это доступно и рядом с собой в кармане носим. В любое время можем посмотреть, какая у нас сейчас тенденция, какие там показатели изменились, например, да, что нам важно. Можем двигаться дальше. И кроме того, что мы сотрудничаем с крупными организациями, мы также стараемся развивать собственную экспертизу. И недавно мы выдвинули интеллектуальную систему мониторинга организма eLife. Это наша разработка, и на нее мы получили грант. Это означает, что далее мы сможем развиваться. И это хорошая возможность у будущих ребят-специалистов поучаствовать в таком проекте. Что это за проект? Это система, программа, которая позволяет мониторить состояние своего здоровья. И понимать, какие у нас показатели, как с ними работать. Система будет подсказывать, что там делать, там, что плохо, что хорошо и так далее. И это все тоже будет, соответственно, в удобном формате. Приложение будет полезное, и что главное, это собственная отработка, и в ней могут поучаствовать большое количество человек. И мы дальше идем. Также из таких хороших приложений Upvow – это агрегатор для владельцев устройств Huawei и Honor. Это приложение, которое агрегирует самые популярные телефонные, соответственно, сервисы, которые нужны. Каждому человеку он сможет их легко, соответственно, на данной системе найти и побыстрее им воспользоваться. Можно двигаться дальше. И, как уже говорила, мы стараемся быть в тренде. И благодаря машинному обучению и компьютерному зрению мы недавно выдали на собственную идею систему распознавания эмоций. Это такая система, которая сможет обрабатывать видеозаписи и с помощью этих видеозаписей у аудитории проводить анализ эмоциональной реакции на различные упаковки, рекламные, марксинговые материалы. И видеть, каким образом люди реагируют на ту или иную рекламу. Так, да, идем дальше. И уже переходим к более, наверное, актуальной сейчас информации для коллег. Это, во-первых, на каких технологиях мы пишем наши проекты. Это и веб-разработка, Python, Java, PHP. Видела, был вопрос, какие специалисты сейчас популярны, например, на удаленку. Могу сказать про нас. У нас сейчас огромный спрос на Java-разработчиков. Есть вакансии для Java Juno. Поэтому, уважаемые коллеги, буду рада с вами в будущем пообщаться по этому поводу. И кроме того, кроме там, да, веба, конечно, Android и iOS остается популярен. Также есть удаленные вакансии. Там в будущем готовы приглашать специалистов в офис. В общем, есть позиции, так скажем, для различных языков программирования, для ребят, которые знают разные языки программирования, что, я думаю, очень ценно. Идем дальше. Про, так скажем, наши карьерные условия. Каждому человеку важно, когда он приходит в компанию, что компания может ему предложить, почему он должен в эту компанию идти. Из наших плюсов мы сможем выделить то, что, во-первых, нашими проектами пользуются миллионы людей. То есть вы представляете, там, не знаю, вы пилите приложение для Сбербанка, и каждый день большое количество россиян открывает это приложение, и там можно понять, что вот, а эта кнопочка в этом приложении сделала я. Это очень круто. Плюс работа, опять же, есть удаленная, есть там в Москве, в Нижнем Новом городе, в Санкт-Петербурге. То есть это также представляет возможность не только коллегам с определенного города. Мы предлагаем также релокации, если это необходимо. Мы предлагаем помощь материально и финансовую, если нужно, и морально, там, да, готовы всегда пообщаться и выстроить какие-то взаимовыгодные сотрудничества. Дальше про условия чуть-чуть еще, пока не надо переключать, еще не дорассказала сейчас прям минуточку. Все, как принято, в лучших IT-традициях, гибкий график, свобода, прозрачная белая зарплата, да, бережем наших сотрудников, соответственно, расширенный ДМС, различные корпоративные скидки, английский спорт, обучение, ну, такой, как бы, стандартный пакет, ну, и плюс там что-то еще, да, такое наше индивидуальное. И, естественно, мы готовы с вами общаться в любое время дня и ночи. Вышли доступно всегда, будем рады сотрудничеству. Можем дальше. Чтобы доказательства, да, были, например, недавно мы открыли наш новый офис в Нижнем Новгороде, вот он такой красивый, новый, ждем туда новых ребят, стараемся развиваться и стараться ради наших сотрудников, чтобы им было комфортно и видно работать. Идем дальше. И переходим к самому, наверное, интересному. Например, в январе у нас открывается вакансия Junior Java сделки. Мы ищем несколько разработчиков. Что мы ждем? Да, не буду тратить время перечислять. Хотела уточнить, презентации как-то будут участникам высылаться или нет? Не слышу вас. Ну, ладно. Будет запись. Будет запись. Ага. Можно будет ее пересмотреть. Пересмотреть, хорошо. Да, чтобы ребята, кому будет интересно, остановились на этом слайде подробнее, посмотрели. Основной посыл слайда в том, что открываем уже в январе позицию Junior Java Developer. Можно удаленно, можно в Нижнем Новгороде, в красивом офисе, то есть готовы к дальнейшему диалогу. И внизу вот на этом слайде есть почта. На этой почте, дорогие коллеги, можно присылать резюме. Пожалуйста, свои с пометкой Junior Java Developer в Globus, будем рады общению. Можно дальше? У нас осталось. Я скопировала эту информацию сейчас в чат. Кому надо, пожалуйста, себе сохраняйте. Да, спасибо большое. И как итог могу сказать, что мы, Globus, одна семья, дорожим каждым сотрудникам, мы уважаем личное пространство и ценим теплые отношения. Как вы можете видеть, до пандемии мы старались устраивать различные корпоративы, мероприятия, чтобы улучшить командный дух, да, возродить сплочение, чтобы всем было комфортно и интересно, есть как в Нижнем Новгороде мероприятия, так и в Москве, например, да. То есть всегда на связи с нашими сотрудниками. Хотим, чтобы им было комфортно и круто работать, и будем рады и я, и мои коллеги в дальнейшем с вами пообщаться более детально. Надеюсь, презентация была интересной, полезной, буду рада ответить на ваши вопросы. Если можно, могу скинуть, например, в чат свой Телеграм, чтобы если у кого-то будут вопросы, могли мне написать их Телеграм тоже. Вот, и будем рады в дальнейшем общении. Всем спасибо. Ну, давайте подождем, может быть, возникнут какие-то вопросы. Кроме вот, пока я задам, пока кроме джуниор-джава-разработчика, есть ли какие-то сейчас позиции для, может быть, уже опытных разработчиков или по каким-то другим IT-направлениям? По джаве, если говорить, да, есть вакансии уровня мидиал, есть вакансии уровня сеньор. Тоже, пожалуйста, пишите, конечно, обсудим этот момент. Джуниорские позиции есть еще для фронтов, да, на джава-скрипт языке, который пишут ребята. Вот, плюс, если говорить про веб, есть вакансии на питоне, есть вакансии на пичпи, например, да, если кому-то актуально. Про мобилку, также iOS и Android тоже открыты, как уже говорила, вакансий много, поэтому, да, вакансии не только для джунов есть, конечно. Правильно я понимаю, что ваши вакансии можно посмотреть на сайте, вы его писали чуть выше. Да, 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 скидывала сайт, туда можно зайти, там есть прям раздел карьеры, там есть вакансии, точнее, там заходишь в команду, и вот когда заходишь в команду, там есть раздел нашей вакансии. Можно туда зайти, там есть, там есть кнопочка откликнуться, либо, говорю, если какие-то уже более конкретные вопросы, чтобы, ну, допустим, сократить время там от просмотра сайта, я могу скинуть, если можно, Telegram сюда в чат, чтобы коллеги уже сразу напрямую написали. Да, конечно, я продублировала еще раз ваше сообщение в чате сайт Globus, и я вижу вопрос, на какую зарплату может рассчитывать джуниор Java Developer. Я так понимаю, что джуниор имеется в виду совсем без опыта, или есть какой-то небольшой опыт? Напишите, если хотите уточнить. Смотрите, да, вопрос на самом деле замечательный, спасибо за него, но тут такой нюанс, что в зависимости от города зарплатная вилка разная, то есть нет какой-то фиксированной суммы, если говорить в среднем, наверное, ну, скажу прям полную, самую там широкую вилку, чтобы никого не обидеть, наверное, начиная тысяча от 30 до 100, это, наверное, прям если, ну, без опыта брать все ребят. Если уже ребята с каким-то опытом, то будем уже далее обсуждать. Но опять же скажу, что вилка широкая, к сожалению, еще в связи с конфиденциальностью я не могу на каждую вакансию сразу говорить вилку, поэтому нужно, ну, более лично общаться, если коллеги напишут, готовы там уже более конкретно обсудить, в зависимости от опыта, там, места расположения, там, условий других и тому. Варвара, а у меня такой вопрос, ну, как бы вот как вы, как рекрутер, относитесь к тому, что, допустим, указано у прецедента на определенную вакансию уже какая-то фиксированная ставка, да, в резюме, и, допустим, и вы понимаете, что, ну, вот по этим его скиллам вы не готовы столько предложить. Будете ли вы с ним это обсуждать, или это он уйдет у вас, как бы сказать, в долгий ящик? Мы обычно обсуждаем, мы общаемся с человеком, мы говорим, что мы готовы предложить такие-то условия, а предлагаем, что там, если вы согласны на эти условия, давайте с вами составим план развития на определенный период, и там через определенный промежуток времени вы сможете достигнуть таких-то результатов, если они будут достигнуты, мы, естественно, сможем дать вам больше, предложить другую заработную плату. Ну, естественно, для нас все-таки IT такая сфера сверхконкурентная, и для нас важно сохранить теплые дружественные отношения с человеком и объяснить ему, что да, к сожалению, возможно, на данный момент мы дать то, что ты хочешь, не сможем, но в будущем мы будем готовы, точнее, как, мы в настоящий момент будем готовы с тобой сотрудничать и в будущем повысить уровень заработной платы при каких-то обстоятельствах. Большое спасибо, Варвара, очень интересно было послушать про вашу компанию, про ваши проекты, и прощаюсь с вами, переходим к следующему нашему спикеру, на Виконгрупп Кристина Люкина. Кристина? Да, да, Ольга, меня слышно, видно? Да, слышно, видно, презентация ваша включена. Ага, только она не сначала, не с первого. Да, всем привет, я представлюсь, меня зовут Кристина, я HR-менеджер компании Новикон, и, наверное, свой рассказ я бы хотела начать с краткого рассказа о компании. Новикон на рынке уже, вот, как 18 лет, начинали с маленького стартапа, и сейчас разрослись до компаний, ну, там, наверное, можно считать среднего уровня. На данный момент у нас в компании работает более 400 специалистов. Вот, чем же мы занимаемся? Мы занимаемся внедрением информационных систем в бизнес, которые, грубо говоря, упрощают бизнесу жизнь. То есть мы внедряем ERP-систему, SRM, у нас достаточно большая линейка BI-ных продуктов, также есть внутренние кастомные разработки, и также есть департамент, который занимается Data Science, Machine Learning и продвигает внутренние продукты. Часть информации с слайда, который сейчас вы видите, я уже рассказала. Вот, можно сказать о том, что у нас помимо локальных российских проектов есть и международные, и это, кстати, сейчас основной наш вектор развития. Мы до 25-го года у нас стратегия в компании увеличить количество международных проектов до 50% от общего числа. Также вы можете увидеть на данном слайде нашу географию. География здесь указана по проектам, которые мы реализовали и в каких частях мира. Вот, здесь у нас замечена Латвия, Литва, Бразилия, Франция, Голландия, Финляндия, Испания, Германия, Швейцария, Япония, США и Великобритания. Вот, два основных офиса у нас в Москве и в Мюнхене, и также есть еще офисы по городам России. Это Питер, Казань, Ставрополь, Омск, Брянск, но также у нас есть еще ребята на удаленке, которые работают. К сожалению, еще в их городах мы не смогли открыть все офисы в связи с ситуацией в мире. Вот, но в целом как бы тоже планируем расширяться и открывать новые офисы. Ольга, можно дальше. Почему стоит идти к нам? Мы долго думали, как оформить этот слайд и что вынести на него, все-таки какие плюсы. И, наверное, остановились на следующем. Вот, первое, это международные проекты и командировки, про которые я говорила. Да, сейчас может быть не актуально, так как границы закрыты, но до этого ребята у нас ездили по миру, общались с иностранными коллегами. Вот, в целом такая достаточно интересная практика. Молодежь это очень завлекает. К нам часто приходили стажеры, и именно с целью перейти дальше на международные проекты. Вот, я тоже уже сказала то, что у нас реализуется ряд стажерских программ, которые уже отработаны и проверены временем. Как это происходит? Мы набираем группу студентов, также можем и не студентов. Допустим, если человек в какой-то момент своей жизни понимает, что он хочет сменить профиль своей деятельности, то он может прийти на стажерскую программу, где мы все расскажем, покажем, обучим, и далее уже оформим штат и будем привлекать на проекты. Также в нашей компании реализуется система наставничества. Для каждого стажера, либо джуна назначается наставник, и также наставник из числа HR, то есть чаще всего это HR бизнес-партнер, то есть такой некий персональный коуч, который может всегда что-то рассказать, подсказать. И также в нашей компании есть возможность возглавить свой стартап. В рамках нашей компании реализуется проект, который называется Инкубатор. Несколько проектов таких уже было реализовано, то есть как это происходит. У нас, если у какого-то сотрудника появляется идея о создании какого-то нового продукта разработки, он с этим приходит к партнерам, и если он может доказать необходимость своей идеи, то партнеры помогают реализовать данный проект как финансово, так и оказывают юридическую поддержку, и с точки зрения предоставления клиентов и рекомендации на рынке. Можно дальше. Коротко о проектах. Как я уже говорила, их реализовано достаточно много. Здесь вы можете видеть наших клиентов. Здесь как российские компании, так и международные. В целом можете посмотреть, ознакомиться. Перечислять все не буду, потому что их здесь достаточно много. И так как презентация будет в записи, если будет интересно, можете поставить потом на паузу, почитать. Дальше. Собственно, о тех системах, которые мы внедряем по большей степени. Мы сейчас внедряем коробочные решения от вендоров. У нас есть несколько ключевых, таких как Microsoft, IBM, Terasoft. То есть у каждого из этих вендоров мы являемся золотым партнером. И также есть ряд других вендоров, таких как Tableau, Salesforce, Click, Rayon, Яндекс. Сейчас мы вот буквально недавно подписали контракт с вендором SoSpot. Это совершенно новый продукт для российского рынка. Это тоже визуализатор, который понимает, естественно, язык. Достаточно интересная штука. Вот. Будем ее продвигать. И также здесь указаны наши партнеры, такие как Accenture, Deloitte, KPMG. С ними мы реализовывали ряд крупных проектов. И, собственно, продолжаем с ними дружить. Можно дальше. Да, я тоже кратко уже говорила о том, что мы внедряем. Вот. Здесь вы можете как раз-таки ознакомиться в первую очередь с перечнями продуктов, которые мы внедряем, и, собственно, руководителей департаментов, которые играют главную роль в продвижении наших продуктов. Вот. Если мы говорим там про ERP-системы, мы внедряем в основном Microsoft'овые. Если про CRM, то здесь у нас идет Microsoft, Tarasoft и Salesforce крайон. Вот. BI-ных продуктов также много. Это также, как и визуализация данных. Power BI, Tableau, Click, линейка продуктов от IBM, которая помогает автоматизировать процесс планирования и бюджетирования, такие как Planning Analytics, Cognos, Team One. Вот. И также указаны облачные решения, которые мы используем при построении хранилищ данных. Можно дальше? Немного про команды. Здесь вы можете ознакомиться с численностью каждой команды. Одна из наших команд, которая занимается внедрением на Vision, является самой большой в России. Команда Аксапты входит в топ-3 команд России. И также CRM-ная команда у нас попала в топ-3 команд по Европе. Про стажерские программы. Здесь вы можете ознакомиться с перечнем, по каким направлениям мы проводим обучение. Вот. И здесь небольшая статистика. За 2019 год у нас было проведено 10 стажерок, по результатам которых 47 стажеров было принято в штат. Там, если говорить про анонсы, в феврале мы планируем набирать стажерку для аналитиков BI. Вот. В целом, если интересно, то можете следить за новостями на нашем сайте. Мы обязательно там об этом напишем. И можно будет прийти к нам и изучить инструмент Power BI и в целом познакомиться с аналитикой BI. Дальше. Немного про обучение и развитие. Да. Мы обучаем не только стажеров, но и также уделяем большое внимание обучению наших сотрудников. Вот. У нас часто проходят метапы, где коллеги с разных департаментов могут поменяться опытом, который им удалось получить на различных проектах. Также созданы базы знаний общие в каждом департаменте. Они хранятся у нас в облаке. И, по сути, каждый сотрудник может зайти и почитать. Вот. Для каждого сотрудника у нас составляется персональный план развития. По итогу каждое полгода мы проводим диалог в митинге, где обсуждаем, удалось ли сотруднику достичь тех или иных результатов. И также у нас есть своя платформа, на которой разработаны курсы. Вот. С курсами вы можете ознакомиться. Они у нас здесь перечислены. некоторые еще на этапе разработки-доработки, но некоторые из них уже доработаны. И также у нас там любой сотрудник, работая, например, в департаменте Аксапт, может изучить тот же Power BI. Дальше. Здесь про систему наставничества я тоже кратко уже рассказала. То, что для каждого стажера у нас назначается ментор, наставник. Это кто-то из числа ведущих специалистов, либо старших. И также коуч, это HR бизнес-партнер. Вот. Также на данном слайде показана возможность горизонтального развития в компании. То есть у нас часто бывает, сотрудник, работая с одной системой, либо просто устает, либо хочет изучить что-то новое, он может перейти в другой департамент, изучить продукт и, собственно, принимать участие уже на других проектах. Далее. Здесь у нас показана наша персональная система наставничества, как она реализуется. У нас грейдовая система в компании. Здесь вы ее можете увидеть. И мы попытались перенести эту грейдовую систему во временную, так сказать, рамку. И здесь, то есть можно увидеть, что младший специалист чаще у нас на этой позиции трудится около года. Уже после одного года чаще всего переводим на позицию консультанта, на который трудится от двух до трех лет. И далее уже, собственно, выше по карьерной лестнице. Далее. Здесь немного статистики за 19, 18, 17 год по гендерному соотношению сотрудников. В целом, здесь можете видеть, что у нас примерно одинаково как мужчин, так и женщин работает. И численность сотрудников по грейдам. У нас достаточно много джунов в компании, но это не значит, что ими никто не занимается. То есть если здесь посмотреть, то у нас медлов больше, чем джунов. И, по сути, на каждого медла приходится по одному джуну, который его обучает, передает ему знания. И, собственно, так происходит рост и продвижение в компании. Далее. Про возможность возглавить свой стартап я тоже уже рассказывала. И здесь, собственно, более подробно об этом. Поэтому можно дальше, думаю. Здесь вы можете видеть фотографии нашего офиса. Да, сейчас, наверное, это не особо актуально, так как все на удаленке. Но в целом мы всегда прилагали много усилий, чтобы сделать наш офис максимально комфортным, уютным для наших сотрудников. И, собственно, продолжаем это делать в надежде, что скоро мы все сможем вернуться в него. Далее. Да, здесь тоже фотография нашего офиса. И, собственно, те бонусы, которые мы предлагаем у нас в завтраке в офисе. То есть каждое утро у нас готовят кашу для наших сотрудников, по пятницам пиво. И также каждый день есть полдник в виде свежих фруктов, чая, кофе и лимонадов. Отпуск у нас 31 день. То есть 3 дня они идут как дополнительным и являются неким бонусом. Также ДМС, 10 дней больничного, без больничного листа, который вам уплачивается полностью. И также мы занимаемся английским с КНГ, компенсируем 50% стоимости. И в офисе есть своя зона отдыха, где можно спокойно отдохнуть. И еще мы занимаемся йогой. Даже продолжаем сейчас это делать на удаленке, занимаемся онлайн. И немного фотографий с наших корпоративов. До пандемии они у нас проходили достаточно часто. Сейчас, к сожалению, все это перешло в режим онлайна, но мы не отчаиваемся и планируем уже следующее. Дальше. При этом работая, отдыхая, мы не забываем о социальной ответственности. Мы помогаем фонду «Мой Мил». Вот как раз таки мы сейчас собираем подарки для детей. Также у нас в компании есть доноры, которые периодически сдают кровь. И также еще мы участвуем в проекте «Добрые вещи». У нас в офисе стоит большая коробка, куда могут принести коллеги ненужные вещи. И далее мы уже передаем, собственно, проекту «Добрые вещи», где они их распределяют. И этим мы помогаем. И также оказываем еще точную помощь. Вот. Если в целом интересна компания и интересно знакомиться с позициями, которые у нас есть, вы можете посмотреть их в Инстаграме. Там есть ссылка на наш… ну да, можно в Инстаграме, можно либо на сайте «Новикон Гуру». На «Новикон Гуру» у нас указаны все стажерские программы, по которым вы можете пройти обучение. И также позиции «Джуниор». Также здесь указана почта, на которой вы можете присылать свое резюме с пометкой, какая вам позиция интересна. Мы обязательно его рассмотрим, пообщаемся. И, наверное, все самые свежие, актуальные наши вакансии можете найти на HeadHunter. Вот. Там их достаточно много. Сейчас ищем как «Джунов» и «Медлов», и «Синьеров», и «Тимлидов», и «Архитекторов». Вот. Поэтому будем рады пообщаться. Просто дайте о себе знать. Спасибо большое, Кристина. Сейчас пару минут на вопросы. Уважаемые слушатели, пишите. Я продублировала в чат информацию с презентацией. Первое – это Инстаграм. Второе – это адрес. Так, пока вопросов нет, давайте тогда я немного займу времени, пока вы пишите свои вопросы. И расскажу, что у нас еще один интересный курс стартует 21 декабря. Это анализ данных на языке SQL, второй уровень. И на этом курсе вы можете научиться свободно и уверенно пользоваться современными базами данных. В том числе строить сложные отчеты и проводить глубокий анализ данных. Итак, вопросов я не вижу. Наверное, все было очень понятно. Мне тоже очень понравился ваш интерьер и фотографии с ваших корпоративов. Даже у нас тут Дмитрий написал. Жаль, что я не программист. Ничего страшного, можете приходить к нам на стажерскую программу, мы и научим. Спасибо большое, Кристин. Переходим к следующему спикеру. Далее Вячеслав Федоров в компании Сбербанк. Наверное, я сейчас остановлю пока с экрана, чтобы можно было Вячеславу включиться. Вячеслав, вы с нами? Да, подключаюсь. Что у меня с камерой? Вроде бы проверяли. Ну, давайте тогда без камеры, потому что мы тут уже в тайминг и так немного не будем. А, у нас и так со временем. Окей. Итак, ну, собственно, я представляю не весь Сбербанк, а только один конкретный отдел. Собственно, один из отделов блока Т, технологии. Сейчас у меня есть несколько вакансий сетевых инженеров в проект построения большой, я бы даже сказал, крупнейшей в России Wi-Fi сети. Корпоративную сеть Сбербанка мы строим, и потом мы же ее и будем обслуживать. Команда сформирована, сетевые эксперты есть, L3 поддержка есть. Сейчас встает вопрос, что надо нам немножко расширить L2 поддержку для соответствия задачам. Есть две вакансии, оборудование Cisco и Huawei, готовы людей дообучать, то есть, в принципе, подходит человек, разбирающийся в сетях, не обязательно разбираться именно в вайлесе, именно в данных вендорах. Работаем, естественно, все удаленно до конца мая, ну и, наверное, и дальше. Компания большая, все платим официально, страхование. Ну, думаю, стандартные условия Сбербанка многие знают. Да, в данную вакансию нам Вячеслав присылал, и она есть у нас в Telegram-канале. Я сейчас ее вывела на экран, чтобы можно было с ней знакомиться. Да, спасибо. Хорошо, если у вас есть опыт, ну, в принципе, обсуждается, и если опыта нет, соответственно, тогда выйдете в смену чуть попозднее. Чем предстоит заниматься? Немножко нетипичная для дежурной смены задача у нас L2 одновременно и подключает новые площадки, и поддерживает существующую сеть. Подключает, естественно, не физически, а удаленно, проверяет доступность оборудования, прописывает его в системах, и проверяет, что все завелось, и поддерживает уже существующие сегменты. Развитие проекта планируется на несколько лет. Когда-то мы выйдем на подключение всего объема, останется подключение только новых объектов, тогда будем практически целиком поддерживать. То есть такой неплохой опыт на большой сети, плюс, собственно, сейчас мы эту сеть делаем, потом будем ее обслуживать. Обмен опытом налажен, то есть не только свои шишки набьете, но и знаете о шишках коллег. Конечно, когда были в офисе, это происходило чуть быстрее, но сейчас периодически проводим встречи, разбираем, что было интересно за неделю. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Там у кого-то есть вопросы, есть интерес. Вилку мне озвучивать запрещают. Оклад на испытательном сроке – это вообще криминал, то есть испытательный срок должен оплачиваться так же, как и основная работа. То есть обычно делается как. Собеседование у нас в 2-3 этапа, то есть со мной технически и дальше с начальством выше меня. Ну, там в основном уже как мы сработаемся, плюс иногда пара технических вопросов тоже вспоминается. Да, вижу следующий вопрос, да. Соответственно, обычно я прошу выслать свое резюме, чтобы я понимал, с чем вы работаете, что вы хотите и что вы хотите по деньгам. Цена старая или новая абсолютно без разницы для меня. То есть мне важно сетевое понимание сетевых вещей. То есть если вопрос про новые главы, типа там SD-Access, у нас его нет, по крайней мере, в нашей зоне ответственности. То есть там хоть тот, который начинается с 600, если я правильно помню, древний. Соответственно, если вы помните, что там происходит, я не буду над вами смеяться, что там, если вы скажете, что EHRP – это пропорайтер, я не буду говорить. Да, Cisco 5 лет назад его формально открыла всем. То есть мне важно, чтобы вы понимали, в принципе, что происходит в сети, чтобы вы не прописывали магические цифры 192 в соответствующее окошко, и чтобы вы были умели и были готовы траблшутить в сеть, потому что мониторинга до уровня есть 500 лампочек, и у каждого конкретного действия, и это есть вся ваша работа, у нас нет. К сожалению, да, очень много людей пришлось завернуть именно по причине того, что человек не готов траблшутить и не готов брать на себя ответственность по эскалации. То есть задача L2 – это подключать, мониторить, решать частные проблемы и вовремя заметить проблему глобальную и звонить, писать, добиваться, чтобы проблема эскалировалась и проблема не пропала. Если вы в середине курса. Если вы в середине курса, у меня сейчас фриз найма, то есть в любом случае принимать я людей буду где-то с 14 января. У вас есть возможность в этом курсе продвинуться. Я готов с вами технически поговорить сейчас, взять в кадровый резерв, но вопрос основной скорее будет следующий. Потянете ли вы одновременно до прохождения курса и там даже без смен, но выход в полноценный 8 на 5, там за готовностью начать подключение там через 2-3 недели, то есть 2-3 недели там обучиться, как у нас устроена сеть и каков процесс подключения объекта. Потом мне видится, что вы продолжаете учиться более глубоко, при этом делая рутинные операции, где нельзя навредить, то есть подключение новых объектов и постепенно разбор разовых инцидентов низкого приоритета. И где-то через несколько месяцев выходите на смену, то есть там, где мы на вас надеемся и где от вашей ошибки высокий инцидент может решаться несколько дольше, чем всем бы хотелось, просто потому что мы о нем не узнаем вовремя. Так, вопрос от Александра. Опять же, ну это вообще криминал, нет границ, соответственно, рассматриваем все варианты, присылайте резюме, обсудим. Я, если что, отправила ссылочку на вакансию, там есть, куда отправлять резюме, куда звонить, контакты все есть. В приват, Петр, рад, что вы любите обучение, то есть я не исключаю, что через год у нас появятся еще ставки. Сохраните контакты, можете даже прислать мне свое резюме там в кадровый резерв, потому что, как видите, на HR надейся, а сам не плашай. Вадим, Everyone, ну, что вы имеете в виду, технические требования или что-то еще? Условия приема строговаты. У меня нет такого строгого требования к профильной вышке, то есть все обсуждается. Я не знаю, на какую вакансию вы ходили, в принципе, действительно, зависит от отдела, от отдела и должности. Понятно, что если вы идете по основной специфике, то есть, да, по основной линейке действительно нужно профильное образование, там, мне еще говорили, что для определенного роста крайне рекомендуется, чтобы оно было определенных вузов, но, кажется, на блок Т это распространяется гораздо меньше, и, по крайней мере, на те должности, о которых мы сейчас говорим, строгого такого требования нет. Ну, если можно, Вячеслав, продублируйте, пожалуйста, контакты свои в чат, чтобы можно было с вами связаться уже напрямую тем, кто заинтересовался. Вот. Тем, кто посмотрит на записи, пожалуйста, наш телеграм-канал переходите, и вакансия, она вот есть и в телеграм-канале, и на сайте у нас специалист в разделе вакансии. Да, у нас не приветствуется светить почту везде, поэтому мой телефон, заходите в WhatsApp, обсудим. Спасибо большое, Вячеслав, что к нам присоединились, рассказали про эти вакансии. Вот у вас есть, уважаемые слушатели, такая прекрасная возможность не через все круги ада как-то попасть в Сбербанк, а вот, можно сказать, уже минув несколько ступеней, вот, несколько препятствий, напрямую уже техническое собеседование пройти. Вячеслав, тогда с вами прощаемся. Да, спасибо большое. У нас остался последний спикер, этот эксперт, Карина Султанова, представитель карьерной студии, карьерной лаборатории Алены Владимирской. Карина, вы с нами еще? Мы тут немножко затянули. Да, я с вами. Всем добрый вечер. Сейчас у нас уже показатели от нас отсоединились, уже можно поговорить про трудоустройство, про проблемы с трудоустройством. И Карина, карьерный эксперт, тут можно ответить на многие ваши вопросы, вы их готовьте, и после презентации можно будет их задать. Да, пожалуйста. А сегодня я с вами поговорю про тренды и антитренды в IT-карьере, да, на которые вы должны обращать внимание. Возможно, поскольку большая часть аудитории – это уже профессионалы с опытом, поэтому для вас это будет актуально. Вот, смотрите, я подготовила такой one-page своего выступления, да, для того, чтобы и у вас это могло остаться, чтобы это было удобно, да. Некоторые тренды уже озвучивались и подтверждались как работодателями, так и экспертами из хабра карьеры. Вот, и мы… Я просто на каждом из них чуть-чуть подробнее остановлюсь, да, в рамках того тайминга, который у нас есть. Вот смотрите, про тренды начну. Да, IT-специалисты берут на себя все больше руководящие роли. Что это означает? Если раньше в команду разработчиков, IT-специалистов брали отдельных людей, которые не имели IT-бэкграунд, но имели очень развитые управленческие навыки, да, то сейчас тренд обратный, что необходимо все-таки развивать руководящие навыки среди как раз IT-специалистов, которые сумеют объединить вот этот стэк IT и управленческого потенциала, да, соответственно, если вы хотите развиваться в IT-карьере, вы должны развивать свои навыки и свой лидерский потенциал, да, и умение делегировать, умение управлять персоналом, мотивировать команду и прочее, да, это то, куда следует расти и развиваться. Раньше это, ну, как бы оно не предполагалось, что IT-специалисты должны это делать. Были отдельные случаи, но сейчас это тренд, который будет расти. Дальше. Про софт-скиллы, да, говорили про софт-скиллы. Если раньше этого не требовалось, опять-таки, от IT-специалистов, да, умение налаживать коммуникацию, умение налаживать межличностные отношения и умение проявлять проактивность, да, и так далее, софт-скиллов более 10 основных, да, если раньше на это не обращали внимания и в большей степени даже компании развивали в IT-специалистах именно их хард-скиллы, то сейчас больше обращают внимание, опять-таки, на развитие софт-скилл, возвращаясь к первому пункту, потому что это неотъемлемая часть развития лидерских навыков, да. Вот, дальше. Нетворкинг и личный бренд. Как правило, эта история, опять-таки, касалась где-то других профессий, и IT-шников это не затрагивало, да. Но на сегодняшний день, если вы хотите делать карьеру, если вы хотите быть специалистом востребованным, если вы не хотите оставаться в тени, да, как это часто раньше было, ко мне приходили на консультацию невероятные высокоуровневые на международном уровне, да, девопс-архитекторы и говорили, и их никто не знал на рынке, потому что у них просто нет личного бренда, у них был очень узкий круг людей, которые их знают, а они создавали невероятные вещи глобального характера, которые меняли тренды на мировом уровне, да, создавали решения, которые внедрялись, тиражировались по всему миру. Но при этом кто этот человек, который стоит за этим решением, никто не знал, да, вот сейчас от этого уходит наоборот. Если вы хотите, чтобы вы были востребованы, и к вам приходили, вас хантили, и не вы искали работу, тогда вы должны развивать свой цифровой след, вы должны развивать сеть своих социальных контактов, как в цифровой среде, так и в оффлайновой среде, да. Дальше, про бизнес, мышление и деловые навыки. Опять-таки, IT-специалисты, IT-подразделения, это было государство в государстве, которые вообще были далеки от бизнеса, к ним не было требований того, чтобы они могли, должны понимать, для чего работает бизнес, как устроен бизнес, да. Как правило, были связующие звенья, связующие эксперты и специалисты, которые приходили и, так скажем, переводили бизнес-языка на IT-язык, что нужно бизнесу, и что нужно там разработать, что нужно адаптировать и прочее, прочее, да. И вот эти деловые навыки, они также не требовались. IT-специалисты могли ходить по офису чуть ли не в сланцах, там, в шортах, да, и это все было нормально. Сейчас от этого ходят. Опять-таки, в IT-специалистах мир видит большой потенциал, что они точно так же могут быть бизнес-ориентированы, да, и в них только нужно развивать это мышление, предпринимательское мышление, объяснять им, как работает бизнес, и, соответственно, тот специалист, который, тот IT-специалист, который быстро вовлекается в этот тренд и старается также самообучаться, да, в этом направлении, соответственно, он будет более востребован и более желанный у работодателей, да. Самообучение. Если раньше работодатели очень много денег вкладывали в обучение любых сотрудников, то сейчас тренд на то, чтобы посмотреть, а как человек сам самообразует, как человек сам занят тем, чтобы развиваться, да, и поэтому вы должны постоянно самостоятельно отслеживать. Так, в моей профессии, в том направлении, в котором я сейчас нахожусь, тренды следующие, да, там в моем языке, на тех языках программирую, на которых я сейчас работаю, какие из них там через несколько лет они будут умирать, какие из них трансформируются, и какие языки применимы в той или иной индустрии, да. Соответственно, вы должны сами отслеживать, какие происходят изменения, и самообразовываться. Дальше. Гибридные роли. Что это означает? Если раньше в команде, например, в IT-департаменте делись, тестировщики сидят только с тестировщиками и занимаются только тестировкой, там, не знаю, девопсы только с девопсами и прочее, и прочее, да. Сейчас от этого уходят, потому что это мешает бизнесу, это не помогает с учетом того технического прогресса и изменений и требований экономики мира создавать более быстрые решения, потому что слишком длительные диалоги. А когда команды сидят из разных ролей в одном месте, и у них есть возможность вот такого экспресс-диалога, да, практика показала, что это очень эффективно. Дальше. Если раньше, как правило, высокая зарплата IT-специалиста, она была основным мотиватором, как для самого специалиста, так и для компании, которая считала, что мы платим огромные деньги такому специалисту, поэтому он должен работать, нужно ночью, значит, ночью, нужно три дня, там, без, не знаю, перерывов, да, тушить пожары и прочее, то сейчас такого нет. Сейчас от этого уходят, понимая, что IT-спрофессия, это такая же профессия, и это такие же люди, которым требуется баланс между работой и жизнью, потому что практика, опять-таки, показала, когда создаются подобные условия, то и эффективность от таких сотрудников лучше. Поэтому, если вы, например, привыкли к очень интенсивному графику работы, это, с одной стороны, хорошо это вам поможет, с другой стороны, вы сейчас должны развивать свой тайм-менеджмент, когда вы также можете управлять вот этим work-life balance, да. Теперь давайте про тренды. Вы должны быть готовы к тому, что если раньше, например, кто-то из вас работал только в разработке, а кто-то в технической поддержке, там, и прочее, то и раньше вы были изолированы друг от друга, и у вас был отдельный функционал, и, опять-таки, вы как два разных государства жили, то теперь нет. Если в компании разрабатывается какой-то софт, то те, кто будут далее создавать сервис, да, осуществлять сервис по этому софту, ту же техподдержку, да, они также должны участвовать в разработке. И разработчики должны в первую очередь коммуницировать с техподдержкой, которая потом будет осуществлять этот сервис, да, для того, чтобы, опять-таки, продукт становился максимально удобный, эффективный, клиентоцентричный. Вот, смотрите, раньше, если был тренд на то, что вот есть сертификат, ну, не знаю, там, от Microsoft, от IBM специализированный, от конкретных каких-то поставщиков услуг или софта, да, то сейчас от этого уходит, потому что это мешает. Сейчас сертификат ценится, который практикоориентированный, опять-таки, не узкоспециализированный, а практикоориентированный, который, как бы, мог бы быть применим к различным софтам, да, потому что, почему это происходит? Потому что компании сейчас не привлекают только одного поставщика услуг, IT-услуг, да, как правило, это несколько, соответственно, внутри нужны IT-специалисты, которые могут гибко перемещаться между и использовать этот софт. Дальше. Лояльность к интроверсии, да, вот раньше вот этот тренд был, что айтишники, они интроверты, их нельзя трогать, они должны, нельзя от них требовать высокие навыки коммуникации, пусть они переписываются в своих чатиках, пусть они никогда не показываются, ну, и не общаются, если они не хотят, да, сейчас от этого ушли. Если вы интроверт, вы должны развивать экстраверсию, вы должны учиться общаться, вы должны выходить из этой зоны комфортно и, опять-таки, налаживать инструменты коммуникации, развивать в себе, потому что без этого дальнейшее вот создание новых технологий, еще более лучших, еще более классных, оно невозможно. Однофокусные роли. Вот предыдущий спикер из компании Navartist, да, по-моему, если я не ошибаюсь, очень прекрасный пример показал от того, что сейчас один IT-специалист не сидит, например, только в BI-аналитике, да, и это прекрасно, и ему дают возможность создавать горизонтальную карьеру, перемещаясь из функции в функции, да, и развиваясь. И это тренд, который, опять-таки, будет расти и сохраняться, потому что не нужны айтишники, которые только разбираются, например, в Power BI или знают только JavaScript и все, потому что это, в первую очередь, неправильно по отношению к специалистам, да, которые потребовалось выучить в тот или иной момент эту профессию, а в какой-то момент, во-первых, она не доедает, да, это такой факт-маркер мотиватора, а второе то, что этот специалист, этому специалисту грозит в какой-то момент невостребованность. Дальше, про финансовую мотивацию я немножечко сказала о том, что компании больше не готовы только финансово вас мотивировать, да, и вы должны помимо финансовых каких-то требований, выходя на рынок, показывать о том, что для вас важно что-то другое, да, что вас может нематериальное, например, мотивировать. Может быть, это подписка, не знаю, на онлайн кинотеатры, в тот же фитнес и прочее, прочее. Вы должны показывать, что у вас есть другие потребности личностные, ну, не знаю, что вы развиваетесь не только в IT, что вы интересуетесь, например, искусством, и вам важна подписка на какие-то онлайн-галереи и прочее, да, то есть компании задумываются над тем, что IT-специалисты должны быть развиты разносторонне, вот, потому что это тоже позволяет им быть ближе к тем бизнес-задачам, которые стоят перед компанией, как бы странно, вот сейчас это не звучало, но просто это отдельная тема, и я не буду сейчас на этом останавливаться, да. Были вопросы о том, какой рост потребностей, вот в каких позициях сейчас будет, да. Как правильно сказала Ольга из Хабберкарьеры, замечу, я это не включила и специально не включила, это разработчики веб-приложений, они всегда будут востребованы. Почему? Потому что до тех пор, пока мы пользуемся компьютерами, ноутбуками, разработчики веб-приложений, они всегда будут востребованы, да. Пока что тенденции к тому, что мы не будем пользоваться ноутбуками и компьютерами, таких прецедентов нет. Возможно, в далеком будущем. Но разработчики мобильных приложений, они все так же востребованы, да. Аналитики по информационной безопасности, именно аналитики по информационной безопасности, это те специалисты, которых сейчас ищут, их мало на рынке, и они нужны, потому что информационная безопасность, чем больше мы уходим в сеть, тем больше становится кибератак и угроз различных и прочее, но как трансформировать эту информационную безопасность, непонятно, и вот есть специальная позиция, человек, который дает инсайты, да, по этому направлению, что нам нужно двигаться туда, но он сфокусирован именно на этой проблеме. Архитектор облачных решений с появлением вот этой ситуации с пандемией, это стало одним из пиков по популярности позиций, да, и пока эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет. Архитектор приложений, там, или DevOps, вот архитектор приложений, наверное, у вас возникнет вопрос, а кто же такой архитектор приложений? Это те, кто следят за тем, чтобы отдельные проекты программного обеспечения, они соответствовали методологии и параметрам разработки конкретной компании. При этом они обеспечивают соответствие проектов технологической инфраструктуры и бизнес-стратегии, то есть это тот человек, вот как раз, который умеет разговаривать как на языке IT, так и на языке бизнеса и умеет это все объединять. Девопсы, безусловно, они всегда будут востребованы, одни из самых дорогих специалистов, да, поэтому кому интересно это направление, развивайтесь. Специалист по данным, вот что значит специалист по данным? Это профессионалы, которые работают вместе с другими IT-командами, руководствуясь сбором и применением данных в компании или в каком-то конкретном отдельном продукте или проекте, да. Дальше разработчик, бизнес-аналитики и IT-менеджер. IT-менеджер – это опять-таки вот тот человек, который следит за IT-потребностями, компаниями, курирует все IT-команды в компании, например, да, и помогает решать IT-проблемы, вот, переводя наоборот с языка IT на языка бизнес, что происходит в IT-департаменте и, ну, такой бизнес-партнер, IT-бизнес-партнер, так скажем, на стороне IT-департамента. Разработчики бизнес-аналитики управляют базами данных, информационными системами, да, без больших данных, без информационных систем, вот, никак мир двиг жить не будет. Ближайшие 10 лет эта тенденция сохранится, поэтому аналитика больших данных – это будет тренд. Администратор баз данных, если, как раньше, вот был системный администратор, то теперь вот есть позиция, востребован администратор баз данных, который будет некий сервис оказывать, да, вот по этим базам данных. UX, UX дизайнеры, да, или дизайнеры интерфейсов, как приложений, так, но здесь я в большей степени имею в виду, знаете, большие интерфейсы, экосистем, например, какой-нибудь корпорации. Ну, например, если говорить про HR, дизайнеры, IT-экосистемы, HR-департамента всего, в которые все включены, там, и подбор, и мотивации, и все-все функции HR, да, вот. У меня на этом все. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Так, друзья, ну, тут я вижу очень у нас оживленный чат, и из вопросов я в нем пишу только про практикоориентированный сертификат. Можете привести пример, пишет Павел. Мне очень понятно, что это. Смотрите, давайте я лучше сделаю следующим образом. Я Ольге пришлю целую подборку тех сертификаций, которые востребованы, да, будут в ближайшем будущем, чтобы вы, каждый из вас, чтобы я там пример просто не приводила, вырванно из контекста это не выглядело. Я лучше пришлю вам ряд, разбитый по направлениям, что будет востребовано, а что нет, как некий чек-лист, и Ольга сможет вам разослать. Ну, давайте договоримся, да, что как-то мы до вас донесем, может быть, на наших, выложим в наших каналах. Друзья, ну что, есть у нас еще вопросы? А, или, вы знаете, давайте, Павел Нестеров, если можно, напишите мне jobsobako.ru на мою почту, я вам лично вышлю, если что. Сколько ваш запрос был? Итак, друзья, ждем вопросы. Наверное, сегодня уже достаточно много информации было. Устали, да. Да, и все немного устали. Ну, вот в чате пишут, что, может быть, да, не совсем такой уж сейчас подход, как рассказывает Карина, но я считаю, что Карина рассказывает про некие тренды, к которым мы все идем. То, что происходит сейчас в некоторых компаниях, ну, в любом случае, у вас есть выбор. И возможность выбрать ту компанию, где вы хотите работать в перспективе, с ориентацией, да, на те условия, которые она предлагает. Так, ну что, вопросов не вижу. Хорошо. Карина, вам большое спасибо за выступление. Очень будем надеяться, что действительно во всех компаниях, да, какой-то вот work-life-баланс появится, и, так сказать, будут востребованы как интроверты, так и экстраверты. И, в общем, все те позиции, да, вот, которые вы перечислили, у которых сейчас есть рост потребностей, все они представлены в наших учебных курсах, и мы с удовольствием приглашаем вас к себе на обучение. Карина, еще такой вопрос последний. Есть ли в вашей студии, да, лаборатории, консультации индивидуальные, карьерные? Потому что я слышала, был такой у нас запрос, хантите ли, продаете ли вы кого-то, если есть такая потребность? Смотрите, да, у нас есть и хантинг, да, где мы закрываем различные вакансии, в том числе IT, но наша специфика – это middle и top management, да. У нас есть канал вакансий тоже, который ориентирован, и сервис вакансий. Вот на сервис вакансий, наверное, в большей степени обращу внимание, потому что это… вы можете его настроить под себя, вам будут приходить вакансии из различных индустрий, самые свежие по 70 источникам, даже по 100 источникам, которые существуют на сегодняшний день. Про консультации. Консультации, безусловно, есть. Есть у нас индивидуальные консультации, где вы можете решить какой-то срочный свой вопрос, наболевшую тему, да. Есть карьерный чекап, когда как раз можно определить, на каком этапе вы сейчас находитесь, насколько вы востребованы и куда вам развиваться дальше. А может быть, вы себя обесцениваете и не понимаете свою ценность, да. И тогда мы вам показываем, насколько вы востребованный специалист, да. И также показываем, на какие позиции следует обратить внимание, какие у вас есть возможности. Вот. Это очень хорошая программа. Консультации, безусловно, есть, как у Алены, так и с консультантами лаборатории. Кому интересно, приходите, будем рады помочь. Также у нас есть, смотрите, каждое воскресенье, между прочим, вы можете задать бесплатный вопрос, на который мы, как правило, очень подробно отвечаем. Вот у вас есть ситуация, да. Вы описываете ее подробно в вопросе. Алена в Телеграм-канале публикует «Задать вопрос». Мне дает ссылочку. Вы задавайте вопрос, мы с удовольствием вам ответим. Это альтернатива, ну, например, той же консультации платной, если у вас какой-то вопрос, с которым вы не можете дойти до консультации, например. Вот Дмитрий написал вопрос, как найти то самое направление, когда не знаешь, что хочешь, и нет суперспособностей. Вот для этого нужно разбираться. Вот если вы придете на карьерный чекап, например, к нам, мы разберем. Мы разберем, как ваши личностные навыки, да, способности, ваш тип личности разберем. Мы разберем, какие у вас на сегодняшние есть навыки и результаты. И приходите, определим, где вы можете быть применимы, и самое главное, там, где вы сможете сделать эту карьеру, где вы не останетесь в стагнации. Мне вот очень нужна консультация, так как профиль Java, но опыт очень интересный. Вот, Денис, скажите, пожалуйста, я могу кинуть ссылку или... Да, 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 кидайте ссылку на ваш сейчас в чат, куда можно обращаться. Вот, и, собственно говоря, это не такая маленькая работа, да, это такая продолжительная работа с человеком, когда необходимо определить его какое-то карьерное направление или помочь выбрать, да, какое-то направление развития. Вот Карина отправила ссылку, куда можно писать вопросы, да, я так понимаю? Там можно и вопросы писать, вы можете посмотреть, какие есть услуги в лаборатории и подобрать себе, да, то, что вам подходит. Потом вы можете подписаться на сервис вакансии. Если хотите, на сервис вакансии тоже я вам ссылочку дам, потому что это очень полезно, вакансии... Ну, правда, у нас очень... За два месяца мы 19 тысяч подписчиков собрали, и очень хорошая обратная связь. Так, давайте тогда сейчас что сделаем? Я предлагаю... Пока нашу запись... Для тех, кто будет смотреть в записи, я с вами прощаюсь. И с остальными мы задержимся, и чтобы вы сумели скопировать ссылки, может быть, еще пару вопросиков ответим. Все, всех жду, кто смотрит на записи на наших курсах, и приходите в следующий раз онлайн. Так, а для тех, кто остался, вот Сергей Шубин спрашивает, хотелось бы побольше информации касательно специалистов по ИБ. По информационной безопасности. Сергей, если хотите... О, А.